Третий раз перезаписываю вступление. Я в сарай, в 2 часа ночи. Я не шучу, фотка прилагается с концовки озвучки. Я тут сижу, потому что там спят люди. Я не могу озвучивать там, где кто-то спит. Моя девушка, например. Или её кот. Он тоже человек, ему тоже нужен сон. Поэтому я сижу тут, я уставший. Я вообще себя загнал в какие-то непонятные рамки. Поставил кучу целей, вообще ничего не могу выполнить. Не могу выговорить слово кучу и слово выговорить. Мне очень, короче, тяжело. О, новости недели снова опоздали. Но зато прошлые вышли пораньше. И поэтому я избавляюсь от этих рамок. То, что каждую неделю они будут выходить по каким-то дням. Вообще ничего не планирую. Просто как накапливаются новости, я их делаю. Накопились, сделал. Хоть каждые 2 дня, хоть раз в месяц, если ничего не происходит. Но надеюсь, такого не будет. Всё, 15 чёртовых новостей. Полный ужас, полный кошмар. Отдыха вообще нихрена нету. А когда есть, я иду херачить спорт, потому что дни нельзя пропускать. Первое, что я хочу сделать, это извиниться. Извините, пожалуйста. Просто, вернее, простите даже меня, люди, которые купили у меня пиар. Я задерживаю его. Я задерживаю очень сильно, потому что то видосы неподходящие, то ещё какая-то фигня. То слишком большой новостной ролик, где и так кого-то нужно хвалить, кого-то пиарить. И пиар будет всё равно неэффективным. И тырым-пырым. И это ужасно. И компенсирует тем, что у вас будет двойной пиар. То есть сообщество и видео. Просто, пожалуйста, потерпите. У вас есть время на улучшение своего контента или слейерских достижений. Поймите реально. Я и так сделал цену на пиар максимально низкой. То есть если её ещё понизить, то просто пиаров будет, заказов намного больше, чем у меня видео выйдет в год. То есть сами понимаете. И плюс, опять же, эти деньги я всё равно тратить никуда не могу. Киви у меня в стране не работает. А второе извинение это перед теми людьми, когда я оффнул, а там реквесты остались. Мне пришлось так сделать. И я хотел вставить это прям в видео, чтобы вы точно увидели. Но не получается. У меня просто нет времени. Нет ни секунды времени. Я хочу очень сильно спать. Я вставлю в другое видео или сделаю какой-нибудь заранее анонс, чтобы все, кто как бы кинули мне реквест, смогли подготовиться и не пропустить. Узнали то, что их будут рассматривать. И всё-таки получили свой просмотр реквестов. Для ответа на вопрос. Всё, ребят, это было вступление. Это жесть. Я уже тут запнулся 5000 раз. Это вообще не шутки. Я буду тут ещё тысячу лет вырезать эти сраные запинки. Потому что разговаривать, когда хочется спать, просто нереально ужасно. Но у нас есть что-то хорошее. Например, то, что мы заняли первое место в челлендж-листе. Впервые после доминирования к Юбере. Это был 2020 год. Сейчас 2022. У РК Слэйерства, а именно Челлендж Слэйерства, снова есть лидер. Лидер всей планеты. Аникс занял первое место. Это тот чел, про которого я снимал видео. Мега-скилл из России. Он супер-тачер, а ты даже не знаешь его ник. Думаю, теперь он известен всем. Мега-красавый чувак. Жду от него какой-нибудь VSC, чтобы закрепить прям звание лучшего вейвера планеты. Ведь он в основном акцент делает на вейв-челленджах. Следующая новость, с которой уже полторы недели. СНГ всё-таки распалась. Теперь Россия находится на третьем месте. Помяните мои слова. К 2023 году мы будем лидировать. В прошлый раз я должен был это упомянуть, но упоминаю только сейчас. Суперколлапс, сиквел к Зодиаку, Спектр, или даже уже ремейк на Зодиак, то он был официальным сиквелом, то опять ремейк. В общем, неважно. Наконец-то вышло последнее превью у Спектра. Я такой думаю, о господи, они его доделали. И знаете, в чём прикол? Нихрена они его не доделали, блин. Там куча неготовых партов. Что они возятся с этим уровнем уже сколько лет? Какого хрена? Курсет прошёл Сайвен Клаб Степ и сказал, что это проще фейерворка. Та-да-дан, та-дан, я же вам говорил. Не надо переоценивать этот грёбаный Сайвен Клаб Степ. Просто смотрите на игроков, которые его проходили. Вижен, чё-то год там сидел-пердел. Гипербола сидел-пердел тоже полтора года. И вы такие, блин, ну это что-то сложное. Потом верифнул Паку. Но Паку это тот чел, который может спокойно пройти какой-нибудь Арктурус или Тартарус. Но не может пройти топ-1 демон, понимаете? А то, что у него так много попыток, ну это потому, что СК как бы умеет их фармить, да? Когда ты в него играешь. Вот такие вот пироги. А пришёл Курс, и то такое фоу-фоу, пау-пау, 25 тысяч попыток, даже не топ-4 демон. И согласно его мнению и мнению Трика, в РК-листе он упал на пятое место, ниже фейерворка. Ну и что, ребята, нарезаю такую свою озвучку перед тем, как приступить к конечному финальному монтажу. А Курсет-то, читер, ёлки-палки. А Курсет-то, читерил на Сайлент Клапстепе. Намеренно или нет, сейчас будем во всём разбираться. В общем, выходит буквально 2 часа по моему времени, а по просмотру этого видео 8 часов или 10 даже назад, пост, где он признаётся в хакинге Сайлент Клапстепа. И объясняет это всё так. У него есть бинт на клавиатуре, который уменьшает хитбоксы шипов на 10%. То есть он делает это для тренировки VSC, чтобы лучше набить консистент, так скажем, к примеру, на спамах. И в общем, во время трансляции по Сайлент Клапстепу, он просто взял и случайно задел эту кнопку и играл в Сайлент Клапстеп. Получается, с уменьшёнными хитбоксами на шип. Мне очень интересно. Во-первых, да, допустим, такое могло произойти. Он случайно задел этот бинт, но какая нахрен гарантия, то что... А что если этот бинт он расположил специально очень близко, чтобы до него лишний раз не тянуться, и он примерно рядом с пробелами? Каждый спам он такой выключает-выключает дополнительно условный альт и этот бинт. Нихрена себе курс, это может ты пододвинешь куда-то его подальше на своей клавиатуре, чтобы случайно так не задевать. Какая гарантия, что он вообще с этим режимом не гоняет с момента последней игры в VSC? Может быть, он даже не задевал кнопку, может быть, у него просто давно он был включен, и только сейчас это заметили. Очень интересно ещё, как именно это заметили. Видимо, кто-то заметил, не сам курс же. Об этом он не уточняет, и это только подкрепляет подозрение, что он мог смухлевать. Вы скажете, ну почему, ну камон. Но я напоминаю, курс это, конечно, представитель, так скажем, супер легетного следствия, но не такого, как Дольфи. Курс был прошлым читером, да? И типа, несмотря на высокий скилл, который не ставится под сомнение, вот такой вот хитрёш по типу какому-нибудь, ну клипу там, ну спайкам, хитбокс мультиплеера он мог сделать. Особенно, посмотрите, как в последнее время он гонится за просмотрами прям реально. А вдруг он торопился сделать First Victor на Silent Club степе. Он там и 19% выложил чисто ради просмотров. Хотя сам сказал, что ран этот фри вообще сделан давно. То есть он ждал верифа, чтобы набрать просмотры. И знаете, что меня вообще натолкнуло на очень плохую мысль о нём? Окей, допустим, на победном стриме он играл с этой хернёй. Допустим, окей, у него была нажата кнопка. Но почему он скрыл, кроме этого видео, остальные прогрессы на Silent Club степе? То есть никаких прогрессов вообще нет. Типа, ладно, это видео нелегетное, прошёл нелегетно, скоро ребитну. Но прогрессы-то чё? Почему они скрыты? Или он тоже там случайно на них нажимал? Чё-то вот это меня очень сильно смутило. Ладно бы он ещё полностью связанный с Silent Club степом скрыл. Но нет, у него анерфит-версия почему-то на канале. Так вот, каждый отвечает сам для себя. Какого хрена вообще произошло? В любом случае, он считернул осознанно, неосознанно. Это никто уже не узнает, никто спорить не будет. Я просто сказал свои догадки. Для меня тут ситуация 50 на 50, вот равнющая. То есть с таким плейтаймом и таким скиллом ему вообще эти читы не особо нужны. Поэтому даже если представить, то, что он специально это сделал, схитрил. Ну и ладно, сейчас он исправится. Оступился человек. А ведь реально он ступился в любом случае. Пальцами по клавиатуре. Его снесли сразу с Pointer Crate, а мы пока что снесли в RK листе только его прогресс с Silent Club степа. Я хочу разобраться так. Мы сейчас топ-5 сложнейших его достижений. Наложим с помощью хитбоксов. Посмотрим, не задевал ли там он этот бинт вообще постоянно на всех своих хардосах. Прикиньте, задевал ли даже АОТ верифнул на самом деле Спейс. И Спейс такой, блин, так, стоп. Я верифнул, получается, АОТ. Все, что я верифнул, это топ-1. Ребята, короче, АОТ топ-1. Не-не-не, не Слаутер Хаус топ-1. А, не, ладно, Слаутер Хаус топ-1. В общем, они оба топ-1. Пойнтер, я действительно не понял, что они выпилили сразу его полностью. Очевидно, если он наступился, то у него все остальное легетное, могли бы сохранить. Ну ладно, допустим. Скорее всего, его быстро вернут. Потому что это сильно бьет, опять же, по объективности. Человек реально мог случайно нажать на этот сраный бинт. Не надо его банить. Ну, если и баните, то на 3 месяца максимум. Вот, ладно. И в очередной раз я супер-ультра-мега-молодец. Не зря в правила РК-листа ввел этот зеленый чит-индикатор. Вот если бы он был включен, во-первых, этот хитбокс-мультиплайер бы палился у тех, кто намеренно его использует. В отличие от ноу-клипа, его отдельно никак не запустить, чтобы обмануть эту систему мегахака. И при этом Курсет бы сразу заметил, стоп, что-то я играю, у меня хороший консистент, но при этом что-то красное горит. А, так я же нажал случайно на бинт, извините. Вот что бы было. Так что чит-индикатор зеленый, давайте-ка это. Не просто так я его написал в правилах, лучше с ним играйте и от обвинений дополнительных избежите. Так что все, такая вот ситуация, странненькая, но все нормально будет, скоро он ребитнет. Кстати, РК Слейер уже сделал 24-100 на Сайлент Клаб Степе. Это Фаук, тот чел, который был в видосе топ-10 самых перспективных игроков РК. Он занял там второе место, но сейчас вроде как он обгоняет даже Крюгера. И вырывается на первое, потому что он на Unnerfed версии Сайлент Клаб Степа поставил 49-100. Это термоядерный прогресс, практически мировой рекорд. А мировой рекорд с нуля у Дови. Но только видео нету, потому что он без записи сделал 15%. Но вроде как Дови сказал то, что это не сильно сложнее. Имеется в виду Unnerfed версия по сравнению с нерфет. Пятьдесят два. Кстати, снова про Курседа. Скандальнейшая верификация. Хоб Вовса или же Паутины. Самый короткий экстрим-демон в игре. Без учета заставки он даже меньше 30 секунд. То есть он буквально челлендж относительно геймплея. Этот уровень долгое время был топ-3. Но почему-то некоторые решили в один момент. Хммм. А вдруг он топ-1? И все такие, да, да, топ-1, топ-1. Потом Курсед такой, ёлы-палы, я не могу дальше это битать, это какая-то жесть неиграбельная. Начинает нерфать. Ему все пишут. Нет, не нерфи, пожалуйста, пожалуйста, топ-1, пожалуйста. И другие ему в чате. Да достали эти ваши топ-1. И вот, обращаясь сначала ко вторым людям. Достали эти ваши топ-1. В смысле достали? Какого хрена? Во-первых, четкого топ-1 у нас нет уже очень давно. Слоутерхаус год, наверное, скоро провисит, как на первой строчке. Это раз. Во-вторых, что значит достали? Топ-1 много не бывает. Типа, ладно, понастроить топ-1, это еще как-то немного странно. Но, когда речь идет о верифах, какого хрена? Нет, если верифицируются или занимаются хотя бы проверкой этих всех топ-1, это очень хорошо и очень круто. Это как бы слэрство развивается в глобальном смысле. Оно идет все выше и выше. Это то же самое, блин. Ты достали мировые рекорды ставить? Че вы там это? Прыгните просто на вот эту дистанцию, каждые олимпийские игры, и все, хватит там мировые ставить. Кого хрена? Это цель вообще-то. Мы повышаем планку до бесконечности. Че значит достали топ-1 демона? Другое вопрос в том, что Коббипс даже не топ-1 демон. Просто им взбрело в голову, что он топ-1, увидев, как там Курсет страдает. И они прям держались за него. Да, не нерфи, пожалуйста. Курсет им объясняет. Люди! Это ужасный геймплей. Это какой-то челлендж. Давайте я все-таки понерфлю. В него играть невозможно. Они такие, нет, 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 не нерфи. Он такой, все. Вы меня достали. Оффуит стрим. И нерфит. Прям в говнище адское. Настолько в говнище, что Тандер, пройдя Коббис по всему верификации, как раз таки, он сказал то, что по сложности серии на Ваклир. Адольфи изначально сказал 50-60, потом 40-50. И в конце концов сказал то, что ну да, это сложнее блат-бласта. Но ясное дело, что даже не топ-10, окей? Так что Коббис стал фановым. Стал самым сложным относительно своей длины. Но не стал даже близко топ-1. И в любом случае бы он не встал. На первую строчку даже есть бон в верифну ту самую unnerfed версию, в которую он даже не играл, но не важно. Потому что он играл в другую версию, а не ту, которую он сказал, типа вот она, unnerfed играть. В другую он играл, ребят. Она тоже сложная, но другая. Сейчас мини-анонс. Мы работаем над одним роликом с секретным человеком про секретного зарубежного ютубера. И нужно будет его скоро уничтожить. Вот. Готово пока что 5,5 минут. И полный сценарий с полной озвучкой. Видео достаточно жесткое. Вот скриншот озвучки. Тут очень много обрезок. Да, я вырезаю прям каждый вдох. Каждый вот этот. Вырезан. А чё там инсвиш? В прошлых новостях мы сказали, да он нахерил что ли этот ключ сраный брать. Пилу удалил оттуда, а сейчас перестал брать. Красава. Ему, видимо, кто-то в комментах написал. Или прям на стриме обвинил. Но при этом он красава вдвойне. Он сделал на unnerfed версии инарца 15-100 и 82% с нуля. А ещё зачем-то начал его бафать. И, в общем, надеюсь, история с синси не повторится. А то сейчас инсвиш тоже слетит с катушек. И жопа будет полная. И unnerfed инарц я спросил, типа, у нейрона недавно. Какие твои самые сложные достижения? Расставь. Он такой, первое место. Abyss of Darkness, второе с Acquip and Circles, третье от Raul's Gate. Я такой, unnerfed инарц. Он говорит, пффф. Это вообще херня полная, типа. С намёком на подтверждение моей теории. То, что unnerfed инарц очень сильно переоценён. Я не знаю, какого хрена. В него всякие, опять же, ноунеймы микрозы играют. Ставят 80 плюс раны. С хардостом чуть ли не Sonic Wave, да? Или каталайз у него хардост. Ну, это просто смешно. И все такие, жесть, капец, он год проходит. Да, год проходит, но посмотрите, кто его проходит. Какой-то микроб, блин. Если бы N-Switch даже посерьёзки взялся, он бы давно это битнул. Я вам отвечаю, это где-то Tartarus, а может быть легче. Это очень сильно переоценённый левел, опять же. Когда в левел какой-то мало играют, или играют какие-то лоу-скиллы, но долго всем кажется, что это сложно. На самом деле, нет. Это не так, это заблуждение. Песто очень сильно беднеет. В общем, я тоже об этом узнал из творческой студии Ютуба. У меня есть всякие видосы с участием музыки из Сокупен Хэлла. Будь то она на фоне играет, будь то у меня видос по самому Сокупен Хэллу или Сокупен Сёрклс. Мне прилетают авторские права. Типа, в вашем видео чё-то обнаружено. Я такой, чё такое? Вот-вот-вот такой-то контент. Я такой, опа. Неужели оформлен был запрет на монетизируемое использование сонга Сокупен Хэлл Ес ремикс? Я такой, ничего себе, какие-то Бэлиф мьюзик, нифига себе. Так вот, Унпесты дохрена просто видосов, которые по сей день смотрятся, как раз-таки с этим сонгом. И он потерял монетизацию на этом сонге. И он сказал то, что у него буквально доход упал в три раза. А ему нужно платить с этих денег на жильё. Я просто охренел. То есть, чел серьёзно построил свою жизнь, оплату квартиры на том, что какая-то там верификация Кенос продолжает смотреться людьми. Какого хрена, типа? Чего, блин? И теперь он чё, на улице будет жить? Жопа какая-то, это просто наивность 10 тысяч. Надеюсь, он не будет жить на улице. Нет, это гениально. Игрок Стикман набрал на своём аккаунте 200 тысяч звёзд. Мега отец. Так вот, кстати, по поводу первого Виктора, всё-таки Ивав не смог им стать. Space UK прошёл его первым, господи. Как он первым мог его пройти, так он и прошёл. И Моускам даже завёз. Пародирует Ивава. Который, кстати, вот буквально пару часов назад поставил 90-х. Кстати, тоже с Моускам. Очень жаль. Всё-таки я надеюсся, что Ивав может ультануть. Но он проходит его с 20-го мая, а первый серьёзный прогресс получил 14-го июня. Получается, два с лишним месяца, да? Чё-то пока что вы видите, как сопротивляется прямо от. Иваву пока не удаётся подойти к нему близко. И это ещё 90% Ивав слил. На самом-то деле, там ещё можно на 95 упороться. На 97, как Space. Или на 98, тот самый слепой клик, слепое отжатие. Как вам? Так что Мегагэлла, Space у Мегагэцэ. И после его мнения, ожидаемо, а вот стал топ-2. То есть, как и в РК-листе. Опережаю время нахрен. Кстати, по поводу верификации. Лорд Вейдеркрафт потихоньку чё-то гнул этот майк. Потихоньку прям. С супер-супер маленькими прогрессами. Буквально 26%, 19%. А тут проходит пара недель. Консистент поймал. Левел на тренинг и херачит. 75, 83. 83, это последний его рекорд. Очень скоро верификация. Буквально каждый стрим говорит, что если бы он не лоханулся, он же мог его 5 или 8 раз даже верифнуть. Вот его слова. Так что, засекайте. Следующий новостной ролик. И там уже Майхам верифнут. А по сложности он легче, чем фаерворк, но в топ-10 уверенно залетает. Его могли бафнуть ещё сильнее, но там такой геймплей, который лучше не бафать. Канцерная хрень получит. Кстати, там Silent Circus, Unnerved версию, на полном серьёзе. Юфокин пытается верифицировать. У него почти получилось это сделать. Вы скажете, какого хрена? 40%. Чё это почти получилось? А то, что там есть баг, буквально секрет вей, с помощью которого можно дойти до 100. То есть, версия, по сути, возможная. Та самая Unnerved верификация может состояться, если Юфокин просто дойдёт до нужного процента и всё сделает по фэншую. Господи, он сколько лет уже этим занимается? 40%. Ребята, это не шутки. Даже до дропа в Silent Circus когда-то дойти было чем-то невообразимым. Вспомните те самые синие шарики. Арбы. Какие нахер арбы? Ну, сферы. Зерониум прошёл 62% всех экстрим-демонов в ГД и стал первым по этому показателю, отрываясь от д-д-д-д-эра какого-то. Молодец. Неплохо было бы, если бы он в Pointer Crate став вернулся. Всё-таки помнится, в 2020 году поадекватнее разговаривали со мной. А теперь новости эркослэрства. Вторую в мире на телефоне. 120 Гц. Уточняю сразу. Прошёл Crimson Planet VR Top. Супер красава, на стриме я вообще охерел от его скилла. Почему я его раньше не знал? Игрок Бизер после фейла на 98% в Зодиаке взял яйца в кулак, не свои, а Энликса, и всё-таки добил его. Супер-мега ГЦ. Я прошёл Зодиак, блядь! Я прошёл! Я прошёл Зодиаке! Победа, 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 победа. Я прошёл Зодиаке! Я прошёл Зодиаке! А ещё один мобильный психопат, мобильный в плане играет на телефоне. Так вот, он поставил 89% на ППФ. Супер-крут. Пожалуйста. 81! И последнее, главный противник Фаука по битве, кто же самый большой проспект РК, Крюгер, умер на Тартарусе на 98%. Ну чё, ребята, на этом всё, новостей было просто море. Давайте, я сейчас даже озвучку делать не буду, сфоткаю, как обещал. Место, в котором я озвучу и, пожалуй, лягу спать. Всё.